Солнечное утро 14 дня ежедневника и мне кажется самое время обсудить стоимость всего этого праздника. Утро любого человека начинается с завтрака и поэтому мы приезжаем завтракать вот в такие вот прикольные места. На Бали это распространено, плюс это довольно дешево. Разброс цен на завтраки он разный, может быть 1500 рублей, может быть 150, но если взять в среднем, то примерно завтрак здесь выходит рублей 250-300 на человека. В принципе очень важной статьей расходов для Бали является транспорт и в нашем случае мы остановились на байках. Смотрите, у нас были Скупи, это байк поменьше, он более дешевый и стоит где-то примерно 4000 рублей в месяц. Мы смогли в нашей аренде вырвать себе Варио. Варио намного лучше, он больше и комфортнее на нем перемещаться, на нем лучше сидеть, не болит попа. Но идеальным вариантом становится N-Max, это скутер от Yamaha, стоимостью где-то примерно около 7000 рублей в месяц и вот это лучший вариант. С точки зрения расходов на бензин где-то в целом до 1000 рублей в месяц у вас будет уходить. Не в каждой вилле здесь есть стиральная машина, но здесь развита система прачечных стоимостью 8000 местных рупий за 1 килограмм вашей одежды, что где-то примерно составляет 40 рублей за килограмм. Вещи выдают поглаженные, отутюженные, сложенные и это по-моему намного практичнее, чем делать это самостоятельно. Еда, связь, проживание, транспорт это все очень здорово и классно, но если при всем при этом вы будете спать под открытым небом, то в этот конкретный период времени вас просто очень сильно зальет. Вам нужно будет искать крышу над головой и это на Бали тоже довольно доступная вещь. Расчет стоимости лучше всего производить исходя из стоимости одной спальни на одного человека, ну или же на пару. Стоимость одной спальни в такой вилле составит где-то примерно 50-60 тысяч рублей за один месяц. Это довольно высокая цена, поэтому разумно ориентироваться на где-то 25-30 тысяч в месяц за одну спальню. На острове нет проблем с Wi-Fi, он обычно есть на виллах, в ресторанах, в барах, везде, но интернет-телефония, она тоже нужна и стоит абсолютные копейки, порядка там 300 рублей за 25 гигабайт в месяц. И я проложил маршрут к магазину и погнали посмотрим, сколько стоят продукты. Для входа в магазин обязательно нужно носить маску, у меня проверят температуру, я попрыскаю руки. На самом деле это довольно обычный магаз, здесь очень приемлемые цены на фрукты, довольно дорогая привозная продукция, но в целом в магазин сходить здесь, наверное, чуть-чуть выше среднего и целесообразнее есть в ресторане, тратишь меньше денег и меньше времени, а время это самое ценное. А у нас тем временем вечереет и вечером целесообразно сгонять на ужин. В пафосный дорогой ресторан можно найти везде и будет стоить, как в Москве или как в лучшем ресторане вашего города. А можно съездить вот в такой вот замечательный ресторанчик у дороги, в котором ужин вам будет стоить каких-нибудь 300-400 рублей. Таким образом получается, что для того, чтобы покрыть свои базовые потребности на острове, вам необходимо где-то 45-50 тысяч в месяц на одного человека, это с учетом жилья, питания, транспорта и каких-то минимальных абсолютно потребностей. Далее спектр того, сколько вы хотите потратить, он был безграничный, потому что потребности каждого, они абсолютно не подпадают ни под какое сравнение. Возможно, разумно еще обсудить ситуацию с перелетом, но в условиях сложившейся ситуации с пандемией обсуждать перелет сейчас нелогично. Нам этот перелет стоил порядка 500 долларов, то есть там 35-40 тысяч рублей на человека в одну сторону. Ну, а я с вами на сегодня точно прощаюсь. Это была такая общая оценка, надеюсь, она была вам полезна. Завтра 15-й день, он должен быть абсолютно насыщенным, интересным. Попробуем прожить его весело. Поэтому жду пальцы вверх, колокольчик, пишите в сообщениях, возможно, что-то вам непонятно. Есть какие-то вопросы, с радостью на все это отвечу. Всех обнимаю. Пока-пока.